итак горшочков семерках у нас следующая ситуация во-первых выглядит это все сейчас вот таким вот образом всего осталось две детки по хипитам и кимначе потому что все остальные как вы уже видели раньше пошли большой горшочек но ты и осталось вот достанутся кому-то вот пока еще не знаю буду ли их продавать вообще а собственно вот детки хивери мором коих у меня просто завались вот здесь три в горшочке семерки сидят которые были самыми маленькими но они уже подрастают такие симпатяшки прям мне тоже нравится как они втроем так в горшочке выглядит так это у меня еще одна детка побольше и здесь детка от грабтоверия полины маленькая я ее оставила то есть в общий горшочек я парочку деток пересадила но влезло далеко не все и вот одна осталась и вот вторая еще осталась грабтоверия полина маленькая вот еще одна мором уже 5 так вот потом значит еще вот мором вот и вот совсем самая крупная из этих деток получается такая вот прям хорошо теперь растет в этом домике семерочки думаю вырастет крупной к весне помимо и хивери мором у меня тут есть и детка и хивери листик который я собрала в магазине был уже оторванный я вот его просто подобрала и я не знаю что это за вид что это за растение но вот из него получилась деточка потом здесь у меня хивери лила цена двойная детка с листа так это их и верия купит вот такая малышка такая маленькая деточка так ну и в общем то все это дело растет развивается разрастается также вот у меня подросла хивери и пройти in pink у нее появилась ножка несколько листиков я с этой хивери сняла для того чтобы попробовать ее размножить не размножала не знаю как она размножается вот попробую и решила вообще ее не трогать пока что пусть растет пусть растет как есть значит здесь у меня хивери купить собственно которую я подрезала вот пенек с тремя детками недавно показываю его в своем видео детки спинка детки скулентов четвертая серия вот а вот голова который начинали появляться корешочки учета там было не так и они умерли почему-то видимо очень нежные корешочки лучше ее лишний раз не дергать не поднимать поэтому вот сейчас ее положу и трогать больше не буду вот я конечно этот сорт не потеряю да потому что у меня есть вот этот пенек но все-таки мне хотелось бы укоренить вот эту голубь вот пахифитом аметистином достаточно крупный вот этот вот пахифитом у меня есть отдельный сидящий с ним буду расставаться потому что у меня есть целый горшочек с этим пахифитом и куда мне еще по весне конечно же буду расставаться тихуаха индис у меня наконец-таки после мучнистого червеца после обработки оклемалась значит укоренилась и вот выглядит наконец-таки вполне себе прилично ну маленькая пока что но приличная смотрите какая симпатичная стала трампет пинки да и такие трубочки вот там внутри растут плоские листочки вообще в целом она у меня подросла водохлеб еще тот кстати говоря поливаю ее прям часто потому что она любитель быстро отсушить листочек нижней так что вот знаете сегодня он такой вот весь отбитый кажется завтра и он уже высох шевиана трюфельная тоже как-то вот подросла и мне очень она нравится но она медленнее растет чем ее подруга эхиверия шевиана pink frills вот у меня одна девочка крохотная а вот вторая покрупнее помню когда ее заказывала эту эхиверию хотела чтобы мне примерно такая и пришла по размеру 10 сантиметров 5 мне пришла тогда крупная эхиверия с цветоносом растущим из центра в общем этой эхиверия прошла потом долгий путь она у меня сгорела я сорвалась на листочки вот из листочков выросло две детки одна вот такая уже крупная тоже моё полноценное растение которые себе оставляю 2 вот такая маленькая которую я буду подращивать примерно такого размера продавать потому что две эхиверия шевианы pink frills конечно же мне не нужны мне ход у меня есть трюфельная есть pink frills я еще хочу шевиана перегрина по моему этот сорт называется такая беженькая так как вообще много есть еще не он breakers ну не знаю вообще честно говоря наверное больше всего мне нравится вот трюфельная у нее такие цветушки самые большие на такая хорошенькая только растет медленно по сравнению с вот этим вот это вот конечно некоторые минус но ничего в принципе тропиться некуда вот ну и хочется ее как раз таки попробовать размножить но пока что пока что ни с чего и размножать листочки слишком маленькие так что нужно ждать вот пахиверия пахевитоидосваригатная очень нравится нет растения смотрите какое красивое это укоренившаяся голова у которой такие коричневатые листочки с розовыми вкраплениями вот эта варигатность розово-коричневая причем вот конкретно этот экземпляр видите он очень очень красивый прям очень варигатный коричневый есть еще кремовый цвет какая-то на такая трехцветная очень очень красивая это вот главная моя розетка одиночная а вот пень с которой она была срезана но конечно пока не раскрыл свои свойства хотя вот у него уже видно немножко варигатность и главное видны вот эти вот розовые сердцевинки еще расти расти чтобы раскрыть в полной мере себя главный фигурант моего видео про детки на пеньке кстати говоря так я подрезалась и дверью летит свою варигатную второе и название си двери magic gold голова на укоренение рядом пенек у которого две деточки вот такая вот мадам чем мне не нравится у этих растений что у них так вот бывает выгибаются вниз листики вот не люблю я это дело но она почему-то сразу росла вот так вот вверх домиком с мелким листом ну блин я это делала специально поэтому я решил в какой-то момент обрезать вот возможно все-таки я их слишком хорошо поливаю и нужен меньше полив вот потому что вот это вот голова сейчас на укоренение смотрите в какую замечательную розочку собралась она конечно почти без влаги но она прям симпатичная так как капитала миндос решила размножить он у меня мелкий весь в общем пока что пока что здесь еще не лезут дети да детишки пока не лезут и голова пока не укоренилась в общем не так давно я его срезала но в общем решила что пора ему даже такой маленький что я вам его не могу сфокусировать так до крышки еще не появились в общем мне хочется его размножить вот кстати говоря как и граб доверю эти тубанс потому что она у меня тоже в единичном экземпляре она мне очень нравится и лично для себя я бы ее размножил так что было ну хотя бы штучки 33 кустика вот возможно сделаю вам видео где я срезаю спня детку со своим с тем способом которым я пользуюсь конечно он не мой дневной придуманный но мне она очень нравится и скорее всего на примере как раз таки граб доверите тубанс смотрите какая она красивая но мне подросла вот у нее такая интересная варикатность она выглядит как вот практически такая кремовая вот пухляж такой здесь собственно местечко для еще одного кашка вот так все думы брать им кто у меня весь зеленый зелененький потому что палит и перепады температуры ему не хватает но он начал наконец-таки куститься и ветвиться вот например вот этот вот товарищ посмотрите здесь я делал обрезку и он разветвился на две веточки обрезала также здесь видите он тоже разветвился на 2 вот тут обрезала вот головы рядышком все понатыканы короче буду добиваться здесь такого пушистого плотного кустика а летом буду его ставить на подоконник на подоконнике прекрасно себя чувствуют с перепадами температур потому что летом обычно окно у меня открыто то есть ночью такой перепад создается на окошке если особенно вот прям вот поставить его рядом с закрытым окном или на балкон вообще шикарно выглядит прям ярко таким красным огненным ну до этого момента я его хочу немножечко подрастить и распустить распушить на весь горшок распространить гребта седом бронзовый потрясающе быстро потрясающе быстро вырастил двух вот этих деток и голова укоренилась потрясающе быстро чем он прекрасно растет на самом деле я на него зря в общем-то ругалась вот листики сюда тоже засунула может быть чем не выдадут пусть будут тут тоже хотела его вот этот один кустик размножить размножила за месяц буквально вот до такого состояния да кстати забыла сказать рядышком у меня здесь еще глава тахиверии хромы стоит смотрите какая уже тряпочка это голова была как раз срезана вот отсюда вот так что она у меня теперь будет сидеть в семерке корней тут пока нет но я ее же укореняла укоренялась она у меня без проблем просто надо ждать хиверия лова с ней все хорошо она вон растит какую густую ракушку хотела сказать но отчасти похожие на ракушку макушку она расти да так это эхиверия colorato roof которая вам тоже показывала вот у нее корешки воздушные и воздушные просто выросли то есть ее просто кладу вы поливая на укореняется достаточно хорошо без проблем вот красивое растение но тоже буду растить в семерочке так это граб доверия bashful или все доверие пинк руби и еще называют тоже срубила макушку вот она у меня дала корни и теперь здесь сидит будет сидеть вот такая вот мадама так это эхиверия кайхоси кореянка которая тут недавно купила у нее один корешочек вот покажите только вылез на конечно такая маленькая у меня еще хиленькая но учу поделать жду пока она у меня укоренится куплены не так давно он гукулата он гуи кулата как ее называют правильно не знаю в общем вот она у меня укорененная поливаю все с ней хорошо подарочек мой корейской посылки пока не отпилась полноценно но корни там есть черный принц тоже укоренился пораженный червицом и вот теперь пытается восприять духом но вроде как не помирает и не то что прям супер растет но не умирают уже хорошо так вторая часть цуёна маленькая тоже дает корешочки тоже уже поливаю потихоньку ты кто у нас тут еще так это у меня куропатка моя которая достаточно быстро растет так сейчас пойду включу света то чего-то мало уже здесь видно зима на улице вечер в общем уже не так просто показывать вот ну ищу свет вот наверное здесь проще будет показать значит колонхоя кропа . она растет достаточно быстро сюжет всю площадь семерки этой занял кстати говоря выращивала возле ста то есть у меня был листик которым я хотел пример кстати такого размера был листик которым я хотела попробовать размножить это растение хорошо что я его успела оторвать потому что буквально через пару недель куропатка у меня сгорела при моем вот летнем отъезде вот так это у меня адромискусы пока не то чтобы растут вот этот немножко развивается каким-то образом вот этот особо не растет и вот это тоже просто стагнирует но они так вот неплохо выглядят как по мне переходим дальше на самую верхнюю полочку тут у меня сидит в уголочке финистрария который что-то как-то совсем не очень хорошо я ее поливаю но она какая-то вообще не очень хочет пить вот надеюсь выживет здесь не все будет хорошо но не знаю какая-то она странно властенькая сейчас вот здесь же у меня сидят три моих крупных литопса я их пересадила в семерку четвертого я раздербанила сама ручками вот он у меня погиб но не жалею что я его так это препарировала посмотрела что у него там внутри я так и с маленькими делаю с маленькими как-то это нормально они в основном выживают а крупные что-то ему это не понравилось вот но теперь я их не трогаю просто они стоят их не поливаю ничего вот литопсы мои здесь вполне неплохо себя чувствуют и развиваются кто-то линяет активно в общем просто так вот вам коротенько обзор на их покажу мне кажется что все замечательно есть вообще те которые уже достаточно крупные это мои сеянцы полугодовалые с титанопсисами все не так радужно похоже что лечуна для них слишком жесткий грунт почему они себя не очень хорошо чувствуют тут надо их полить вот так а вот с кактусами я тут недавно буквально сделала процедуру пересадки пикировки это называется вот они у меня сидели в эти мелкие сеянцы в трех горшочках я их постаралась рассадить по четырем ну как бы постаралась я их рассадила по четырем потому что в трех было уже тесновато ну в общем я вот так вот распикировала чтобы было чуть получше вот тут у меня еще сеянцы астрофитов они тоже подросли стали побольше вот выглядит сеянцы простеньких видов из смеси так ну кактусы в основном сейчас не растут а просто сидят стагнирует поэтому показывать тут особо нечего каких-то особых изменений нету кроме того что вот этот астрофит то мне наконец-таки удалось напоить а то он был совсем какой-то уже сплюснутый немножко он все-таки напился красула и стагнул растет как обычно еле-еле но вот подает признаки жизни и развития я рассадила две свои full carry крупных по разным горшкам потому что они уже соприкасались листиками и явно мешали друг другу в общем я их рассадила в общем одна теперь сидит вот тут с крохотной своей подружкой а вторая сидит вот тут теперь они будут тут развиваться с луэлами происходит какая-то странная дичь вот это видите она какая сизо розовая но вот это почему-то начинает немножко как будто желтеть а вот это вообще прям пожелтела хотя у них они отбиты все с тургором нормально но почему-то поменялись немножко в цвете стали ярче здесь что это не признак болезни так она компсерос мой из семян ритуза филаментоза подрастает вот эти вот эти вот волочные штучки это не червец не болезнь ничего это сорт такой он такой должен быть крестатка моя тоже растет там появляются какие-то прорези ваще мне кажется я его слишком активно поливаю надо перестать так баловать свои растения то они блин начинают лопаться жир и называется пухнуть так пахи фильм все дум я решила тоже поделить потому что мне всего один росточек я хотела его размножить для себя не для кого-то вот и в общем пока что у меня только один здесь дети ну и глава есть которая укореняется темпы два кустика так а это кстати говоря пенек от седоверия пинк руби она же градоверия башву всего тоже одна деть что грустно ну да ладно так это мои адромискусы детки все так же растут еле-еле незаметно поэтому даже не буду вам показывать так это моя авония бумажная которая умудрилась даже немножко цвести ну вообще классно растение мне нравится шероховатенькая но сильных перемен нету днем поэтому пока особо ничего показывать вам не буду а вот эту красу вот это вот томп-тумп варигатная и обычная пересадила ее в грунт пожирнее мне порекомендовали в комментариях красного держать более жирненьким грунте мне кажется что действительно есть стало получше она стала получше и быстрее расти как это вот ей пожирнее грунт понравился стало лучше куститься в общем такая думаю что такими темпами ей нужно будет менять горшочек например не варигатную мадаму отсаживать вот и в общем нравится мне нравится вот и осталось вам показать еще немножечко буквально значит это у меня церапегия вуда обычная я решила сделать следующее обмотать плеть и вот так вокруг и соответственно она у меня стала короче но гуще посмотрите прям вот мне нравится она как-то так это церапегия вуда обычная не варигатная в семерке вот так вот свисает куститься потихонечку у нее конечно замечательный потенциал для роста мне нравится тоже самую процедуру я проделала и с варигатным растением то есть вот вот так вот покажу плетье покрутила горшочки и теперь вот что получилось с этой стороны то есть тоже она стала немножечко по чуть-чуть попышнее здесь вот свеженькие побеги вот побеги торчат вот побеги торчат вот вот это все торчит она все будет расти вниз развиваться вот но она не такая сейчас длинная есть одна там плеть длинная так она вообще не длинная вот но мне очень нравится конечно до пышного состояния думаю я буду достаточно долго растить но растет она довольно быстро это ли она мне она нравится поэтому будем растить так вот ну и кстати говоря продолжают неумолимо цвести вот друзья примерно так сейчас моя коллекция выглядит спасибо большое вам за просмотр думаю что это видео будет разделено на две части потому что очень очень много я отсняла материала вот пишите комментариях что думаете вообще растениях кого вам интересно посмотреть подробнее мне очень нравится рубрика рассказ об одном скуленте вот и пишите поделюсь с вами кем-нибудь чем-нибудь что интересно вам вот всем спасибо и до новых встреч пока пока